Гонение на Церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к Церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «Гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, и не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим семьям. Когда на всей планете и взрослые, и дети ложатся спать, о, как им хорошо! Отбедав хлебом волю и сахаром, и солью, в домах у них уютно и тепло. И нам сегодня тоже полегче станет. Может, приедет мама и расскажет нам, как папу навестила, о чем с ним говорила, и сколько он еще пробудет там. Не пойму, как это получается, почему за добрые дела Жить на воле строго запрещается проповедникам Христа. Поверить даже трудно, что где-то многолюдно, В цеплях псалмы поют за подарка. Как жаль, они не знают, что мой отец страдает, Но знает Бог, и он поможет нам. Не пойму, как это получается, Почему за добрые дела Жить на воле строго запрещается проповедникам Христа. Жить на воле строго запрещается проповедникам Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok